Музыка Надежда, что транш МВФ плюс Всемирный банк помощь может стабилизировать гривну, это непонятная надежда, потому что на чем она базируется, более крупный транш, он не помог. И еще важный момент, обратите внимание, что даже в зарубежной печати любят называть, ну это такой нюанс, помощь МВФ, Всемирного банка, Financial Aid, финансовая помощь, на самом деле мы не должны забывать, что это кредиты, кредиты, которые надо возвращать, возвращать с процентами, возвращать, надо народу Украины в итоге через налоги, то есть не надо забывать, что это не дармовые деньги, за которые борются Арсений Ницинник, он борется за то, чтобы навесить долговую давку еще больше на Украину. И обратим еще внимание на то, что творится в банковском секторе. Сам МВФ заявил, что при курсе больше 12,5 гривен за доллар, банковской сектору Украины грозит коллапс. Мы видим, что курс доллара больше, чем 15,2 гривны. Конечно, на межбанке НБУ может организовать 13-14 гривен, но долларов нет в США в обменных пунктах Киева, то есть их нельзя купить даже за 16 гривен. И это факт, который старательно власти в Киеве стараются замолчать, говорят только о военных действиях на Украине, скрывая экономическую катастрофу, которую они устроили. Если вы ухудшаете уровень жизни населения, признайтесь, вы это делаете. Не надо это ссылаться на военные действия, на какие-то другие вещи. Вы ухудшили уровень жизни конкретно людей. Теперь МВФ, что он говорит? МВФ говорит, да вы знаете, это было одно из лучших социальных государств, да? Но теперь вы должны сокращать социальные расходы. Знаете почему? А очень понятно, почему. Потому что им нужно, как ни странно, сильно гривна. А для чего им нужна сильно гривна? Чтобы заполонить украинский рынок европейскими товарами. У Германии профицит внешнего торгового баланса почти 200 миллиардов евро. Страны Евросоюза уже ноют, говорят, ну как же так, такой большой профицит внешнего торгового баланса у Германии. Они говорят, вы забиваете просто французов, испанцев, Италии, не даёте торговать. Вот он найдёт выход на украинский рынок. И гривна, конечно, может стабилизироваться, как было в 90-е годы, 6 рублей за доллар, мы это помним. Но каким образом это будет? Резко сократят все социальные расходы, да? Повысит налоги. Вещь идёт о том, что это полный обман. То есть они то, что говорят, что мы будем интегрироваться в Европу. Каким образом? То есть при падающей гривне, да, то есть вы сейчас сокращаете импорт, да, в итоге, да, потом, получается, придут кредиты, вы навесите кредитную удавку на Украину. В результате, значит, гривна стабилизируется, но мы получим разрушенное промышленное, сельское хозяйство, да, социальную сферу. Ведь же это катастрофа, которая будет иметь последствия на десятилетие, то, что делает Киев. Если вы платите учителям по 75 долларов, напомню, по методологии ООН, если граждане какой-либо страны живут меньше, чем на 5 долларов, то это является абсолютно нищетой. Правильно же? Переведём 75 долларов, это двойная абсолютно нищета.